Пресс-конференция гражданских инициатив по очищению власти. Поговорим об очищении иллюстрации судей предстоящих. За минувшее время произошли определенные назначения, достаточно важные, как оценивают активисты гражданского иллюстрационного движения. И вчера было неоднозначное событие, Конституционный суд рассматривал частично закон об очищении власти, для того, чтобы что-то с ним сделать. Поэтому ваши комментарии и ваши заявления сегодня. Мы начнем с первого вопроса судей. Как уже неоднократно заявлялось на разных пресс-конференциях в Харькове, есть очень хорошая инициатива, поддержанная народными депутатами. То есть фактически народные депутаты поддержали Харьковскую общественность в вопросах назначения пожизненно судей только после проведения общественных иллюстрационных процедур. Эта процедура сейчас на своем, скажем так, пике происходит. Имели место обращения к гражданам Харькова, Харьковской области с просьбой предоставлять о судьях, которые будут рассмотрены Верховной Радой Украины в следующий четверг для назначения пожизненно. И во вторник у нас в Харькове, в помещении Харьковского кризисного инфоцентра произойдет публичная иллюстрационная процедура в отношении 11 судей. Причем независимо от того, явятся судьи или не явятся, процедура все равно будет произведена. Поскольку положением, в котором мы руководствуемся, предусмотрен вариант заочного проведения такой процедуры. С сегодняшнего дня фактически мы очень активно обращаемся к всем гражданам через видеообращение в интернете, через средства массовой информации о том, чтобы они предоставляли любую имеющуюся в их распоряжении информацию, которая может быть оценена для заключения иллюстрационных процедур, о том, может данный судья быть назначен пожизненно, либо в силу своих каких-то профессиональных качеств, в силу участия в коррупционных сделках, в силу вынесения неправосудных, неправомерных решений, он не может быть назначен. И, кроме того, у нас на табличках указаны телефоны горячей линии, по которым можно любую информацию об 11 судьях, фамилии которых мы сегодня озвучим, предоставлять в Харьковский иллюстрационный штаб. И эта информация будет обязательно, в совокупности с другими сведениями, собранными в отношениях судей, оценена. И это может сыграть решающую роль, для того, чтобы мы сделали, или, вернее, жюри сделал по выводу о том, данные судьи могут, либо не могут, назначены пожизненно на Верховной Раде. Да, я хотел бы точно так же дополнить, сказать, что действительно, на сегодняшний день фактически свершилось эпохальное событие, общество и общественное мнение, гражданские активисты смогли достигнуть того, что вопрос назначения конкретных судей с конкретными фамилиями в Верховном Совете Украины был остановлен. Такого до сегодняшнего дня, насколько я знаю и вижу историю парламента, еще не было. Первую победу мы уже свою получили. Теперь мы должны в определенном роде закрепить свой успех и продемонстрировать свою реальную возможность делать шаги навстречу изменения судебной системы. Что такое общественная иллюстрация? Что мы под ней понимаем, в частности, для судей? Это не обязанность, мы должны сразу говорить. Никто не обязан ее проводить. Мы не пробуем на себя мерить функции МВД, СБУ, КГБ или других каких-то силовых органов. Мы не занимаемся сведением личных счетов. Мы не ставим никаких целей обогатиться или получить какие-то рычаги давления. Мы ставим только одну цель. Действительно пытаться начать процесс реформирования этой системы. Потому что нам известно, что многие судьи, практически все, которые подаются в Верховный Совет, уже прошли все необходимые чиновничьи проверки. Большинство из них бедны, как церковные мыши, в соответствии с теми данными, которые официально подаются. Мы для себя понимаем, изменилась ли правоохранительная и контролирующая система, которая призвана отсеять тех людей, которые не должны работать в этой должности, настолько, чтобы мы смогли ей полностью доверять. Нет. Это мое личное субъективное мнение. Поэтому мы обращаемся к людям и обращаемся к обществу с просьбами. Если факты, которые у вас есть, говорят о том, что эти судьи не могут занимать такой высокий пост, что они совершали действия, которые компрометируют их как личность, давайте нам эти факты, и мы действительно благодаря ним сможем достичь результата. Что мы выбрали на сегодня? Мы не просто бегаем там и кричим, вот все там плохо и так далее. Мы имеем конкретный механизм. Эти факты, то, что сказал Федор Владимирович, будут оценены составом жюри во вторник и будет составлено соответствующее заключение, соответствующий выбор, который после всего будет нами зачитан на Комитете Верховной Рады профильным, который занимается непосредственно анализом и подготовкой, и вынесением в парламент фамилии этих людей. И затем я уверен, что благодаря депутатам, присутствующим и поддерживающим нашу инициативу, эти выставки будут озвучены с трибуны Верховного Совета. То есть мы максимально задействуем все возможные наши рычаги для того, чтобы действительно получить результат, чтобы не совершать холостых выстрелов. Мы надеемся, что так и будет. Еще одно дополнение существенное о том, о чем говорил Дмитрий, с чего я начал. Судьи должны понимать, которые проходят на Верховной Раде эту процедуру, что без заключения общественных иллюстрационных процедур народные депутаты от Харьковщины будут настаивать, чтобы их кандидатуры Верховной Рады не рассматривались. То есть у нас есть единодушное понимание, общее понимание того, что наличие заключений Харьковской общественности по поводу конкретного суди является обязательным этапом их прохождения Верховной Рады. Без этого они могут просто не быть рассмотрены вообще. Снова же хотелось, чтобы вы озвучили фамилии этих судей. И я наблюдаю вашу активность в последнее время в Фейсбуке. Есть ли конкретная информация, уже поступающая на ваши величие линии или на их адреса, о тех людях, о которых вы заявляете? Ну, на самом деле, практически в отношении всех судей уже идет обратная связь от граждан. Граждане дают очень много разной информации. Кроме того, у нас по нашему положению предусмотрена комиссия, которая профессионально занимается сбором такой информации обобщением, анализом и подготовкой предварительного заключения, которое будет рассмотрено в жюри. Что касается фамилий судей, то их в данном контексте, по данной процедуре, которая будет проведена во вторник, всего 11 человек. Это судья Валковского районного суда Токмакова Алла Петровна, судья Дергачевского районного суда Нечипаренко Инна Николаевна, судья Кивичевского районного суда Куст Наталья Николаевна, судья Чугуевского районного суда Аболенская Светлана Анатольевна, судья Коминтерновского районного суда Фанда Оксана Анатольевна. Продолжим. Харьковский окружной административный суд Кухарь Марина Дмитриевна, Следенко Андрей Викторович, Шевченко Александр Вадимович, Хозяйственный суд Харьковской области Добриля Наталья Сергеевна, Погорелова Елена Вадимовна, Суяка Татьяна Дмитриевна. Я бы хотел сказать, что мы на сегодняшний день уже получили согласие предварительно от некоторых судей, в частности, из районов Харьковской области. Они демонстрируют свою открытость и, в принципе, показывают, наоборот, свое максимальное желание выйти на диалог и начать диалог с общественностью. Те суди, которые мы видим, что есть такие настроения, кто-то начинает просто опасаться, думает, что мусорник там посадят и так далее, что какие-то неадекватные люди там или кто-то что-то денег хочет на них заработать. Мы хотим публично максимально, как мы можем это донести. У нас нет никаких неадекватных или корыстных целей. Пожалуйста, если вам действительно нечего скрывать тем людям, которые в этом списке указаны, дайте свое согласие добровольно на прохождение общественной иллюстрации. Если вы честные и порядочные люди, это вам в любом случае будет только лишь плюс. Общественная иллюстрация – это не единоразовая индульгенция, которая позволяет ей козырять и говорить о том, что человек прошел, как сдал экзамен. Нет. Это заключение общественного договора с обществом, по которому вы демонстрируете свою открытость, вы показываете, что судебная система старая – это уже не закрытая священная корова, которую нельзя трогать и с которой даже элементарно нельзя общаться и просто анализирует ту справедливость, которую она себе несет. Вот эти времена должны камнуть в лето. Поэтому мы, пользуясь возможностью, призываем этих людей, говорим о том, что с нашей стороны это будет адекватно, справедливо, здраво и по делу. Приходите, давайте начинать диалог. На ваш вопрос по поводу того, есть ли обратная связь с гражданами, которые подают информацию об этих судьях. Информация, знаете, есть разнообразная, но я хочу акцентировать внимание на одном таком очень интересном моменте, который на сегодняшний день именно благодаря социальным сетям обратный отклик нашел. Один из наших единомышленников написал, мы должны добиться совместными усилиями того, чтобы судье быть честным было интересно, выгодно и чтобы все стремились быть честными, продемонстрировать свою честность. То есть вот это главная наша задача, чтобы судьи не только на словах, но и на деле демонстрировали свою открытость, готовность сотрудничать с обществом и, прежде всего, служить интересам общества, а не заказчикам, а не конкретных людей. Закон, интересы общества на первом месте. То есть мы для себя должны, вот самый главный месседж, какой мы должны донести, что это, естественно, судья, который хочет стать пожизненно судьей, он должен опираться именно на общество. Не на чиновников, которые позволили там пройти комитеты, не на каких-либо и других должностных лиц, а именно на общество. Опора должна быть. И все эти инициативы, желания, если человек действительно хочет занять такой высокий пост, он должен начать диалог с обществом, проявить свою публичность и опереться на поддержку. Да, пускай общество бывает иногда колко, да, пускай задаются неудобные вопросы, бывают болезненные, но только пройдя этот путь, вы действительно сможете показать, что вы сильная личность, которая не боится выхода и диалога с общественностью, и вы достойны занимать такой пост. Давайте перейдем к тому... Вопрос. Вопрос. У меня уточнение по количеству депутатов от Харьковщины, которые у нас поддержали, трое, нисколько? У нас поддержали практически все демократические парламентские партии, имеются в виду представители от Харьковщины. То есть это блок Петра Порошенко, депутаты этого блока, это депутаты от Народного фронта, депутаты от партии Самопомничьи. Эти депутаты именно консолидировались в Верховной Раде и не позволили рассматривать вопрос о назначении судей без общественного заключения. Я бы хотел, действительно, здесь очень важный вопрос, спасибо, что вы его задали. Я уверен, что вот как раз во вторник, как раз во вторник, будет четко видно, насколько наша власть, насколько наша власть, которая существует, не на словах, а на деле, покажет свою готовность реально бороться за очищение системы. Потому что, действительно, вот есть и нардепы от БПП, там Бобцев, есть нардепы от Народного фронта, Кирш и Ефремова, которые поддерживают действительно активно. Самопомощь на сегодняшний день почему-то менее активно в этом направлении нас поддерживает. Остальные радикальная партия БПП вообще фактически не участвует в этой работе. Поэтому мы хотим точно так же обратиться и к ним. Господа, давайте реально на деле, действительно, совместными усилиями, потому что наша инициатива доскональная, конечно же нет, но она единственная на сегодняшний день в Харьковской области, которая реально смогла начать этот процесс. Давайте приобщаться вместе и показывать, что вы действительно на деле хотите что-то менять. Поэтому мы к власти тоже обращаемся, нам нужна поддержка, нам нужна помощь. А обращались ли к мажоритарщикам, депутатам и другим, просто их проявили на Европе? Где же Ефремовна, где Несенка, а с тобой? Ну, я вам так скажу. Честно говоря, конечно, мы ориентировались непосредственно на демократический лагерь коалиции. Это наши основные, так сказать, потуги, да, наши основные союзники. Однако мы всегда говорим о нашей полной публичности. Для этого мы и создали площадку «Харьковский иллюстрационный штаб», куда может прийти любой человек, любой депутат, гражданин, кто угодно может прийти и высказать свои идеи, свою поддержку. Это площадка, общедоступная. Почему на нее не ходят? Это вопрос второй. 1 апреля, когда у нас был круглый стол по поводу координации усилий всех общественных организаций, занимающихся иллюстрацией. Это событие, это мероприятие было очень широко разрекламировано, и фактически все народные депутаты, в том числе мажородальщики от Харьковщины, были уведомлены об этом событии. Но, тем не менее, явились только те депутаты, которые были озвучены, то есть представляющие демократическую коалицию, демократический лагерь наших союзников, в данном случае Верховной Раде. Что вы хотели озвучить информацию? Да, вот в суде есть еще иного. Коробка Юрий, гражданский активист. Мне стало известно, я был присутствием на некоторых законах грубой судовой реформы, реализационного проекта реформ в Киеве, и там стали известны факты, которые можно характеризовать, как випадки самоочищения уже судовой системы. И сами суды заявляют, есть несколько випадков в других областях нашей страны, что суды заявляют про тиск на них с боку своего керевництва. И от имени Громады я хотел бы закликать судебский корпус нашей области, и позволите, я зачитаю, с метою восстановления доверия до судовой влады, закликать судеб, стосово на каких есть факты, которые ставят под суммой их репутацию, подавать у отставку. Закликать судеб, негайно звертаться с відповідными заявами про порушение криминальных проваджений, в виду наявности у них информации про незаконные действия с боку главы судеб и других людей у судеб, а также представителей, хочу отметить, и виконавчей влады. Культивировать нетерпимость среди судеб и коррупционных действий среди коллег и круговой пары. Также обратить внимание к журналистам. Публично поддерживать действия судеб, которые против действия тиска, выявляют факты незаконных действий среди коллег и сообщают о них в соответствии с органами. Хочу также от имени Громады вернуться до правоохранных органов, которые получают такую информацию, належно и оперативно реагировать на нее, звернуть внимание на недопустимость затягивания в расследовании таких справ. Дякую. Хотелось бы услышать ваши оценки по поводу назначений, которые произошли буквально за последнюю неделю, ну и оценки по поводу заседания Конституционного судеба. Давайте начнем с назначений. Да, на этой неделе состоялось два достаточно таких интересных назначения, на мой взгляд. Одно – это назначение руководителя, директора Национального антикоррупционного бюро по результатам открытой конкурсной процедуры общественной. Я могу, как участник этой процедуры, несколько слов сказать о том, насколько она является действительно объективной, независимой и профессиональной. Я могу утверждать, что действительно состав комиссии, которая проводила конкурсный отбор, сомнений в их какой-то заинтересованности либо заангажированности у меня лично не вызывают. То есть комиссия была очень авторитетная, очень профессиональная. Люди фактически с незапятанной репутацией, которые предложили Верховной Раде, я прошу прощения, президенту две кандидатуры, и президент назначил одну из двух, а именно Артема Сытника на должность директора. А Раде и полы набрали, да? Чуть-чуть по принципам. По принципам, значит, комиссия конкурсная рассматривала все поданные заявки. Их было 176. По результатам рассмотрения документов осталось 106, если не ошибаюсь, человек. Эти люди прошли собеседование на комиссии. Из них 20 с лишним человек были отобраны на второй тур. На втором туре... Вы прошли во второй тур? Что? Во второй тур вы их прошли. Да, я был как раз среди этих 20 человек с лишним. 21, да, кто попал во второй тур. И по результатам собеседования этой конкурсной комиссии во втором туре, на спецпроверку. Это налоговая, СБУ, фраборатура, МВС, МВД. Были отобраны 4 кандидата. Что вообще по принципам моду, то есть у меня как у юриста, и с точки зрения оценки этих процедур, что бы я хотел сказать. Ну, прежде всего, на мой взгляд, имело место ни одна... Нельзя однозначно оценивать деятельность этой комиссии. Почему? Потому что после того, как было направлено на спецпроверку 4 кандидата, многие политики, многие эксперты делали достаточно громкие заявления о том, что на самом деле, хотя процедура была соблюдена безупречно, и каких-то замечаний к самой процедуре нет, результат оказался достаточно, как бы, такой, ну, не совсем качественный, и некий Саакашир, в частности, заявил, что имело место профанация. Получилась профанация деятельности комиссии. Согласиться, либо не согласиться, это сложно. На самом деле, знаете, вот истина где-то посредине. И почему это произошло? На мой взгляд, комиссия, когда она утверждала рекламу своей деятельности, она сама себя загнала в такой угол, в тупик. Потому что главные претензии ко всем кандидатам, которые пошли на спецпроверку, от общественных активистов, от экспертов, это было то, что они все имели отношение к старой правоохранительной системе. То есть они все выходцы из системы, где они работали кто-то дольше, кто-то короткий, более короткий промежуток времени, но тем не менее, все имели место работать в правоохранительной системе. С другой стороны, главными критериями, которые определила себе комиссия, было наличие у претендента, у соискателя, опыта в расследовании коррупционных правонарушений, преступлений. Каким образом приобрести опыт в расследовании, если человек не работал в системе? Понимаете? Вот главная проблема этой процедуры. Но тем не менее, я хочу сказать, что я считаю, что в данном случае как раз вот это требование наличия опыта работы в следствии, оно не совсем корректное. У меня есть очень хороший знакомый, товарищ, который сам является генералом, у него есть такая любимая пословица. Если командир генерал, командир полка, либо командир дивизии генерал ложится за пулемет, то он уже не генерал. Это пулеметчик, старший пулеметчик или просто солдат. Поэтому в данном случае нужно было ориентироваться, на мой взгляд, на те качества, которые позволят кандидату, претенденту на данную должность создать профессиональную команду. То есть организаторские способности, способность руководить такими существенно большими коллективами, а тех, кто должен конкретно расследовать уголовные дела, можно набрать из профессионалов. Но тем не менее, я говорю о Леониде Макаровичу, Майе Матышу, Майе Матышу, Майе Матышу, посмотрим, какие будут первые шаги нового назначенного директора. Будем надеяться, что эти шаги будут сильно направлены на формирование профессиональной команды, которая сможет на практике показать, что есть желание реально бороться с коррупцией в нашей стране. Федор, вот маленькая такая ремарь, вы изнутри показали те недочеты и противоречия, но в целом объективен был конкурс, то есть заслуживает вот этот человек занимать эту должность или нет? Ну, сложно как бы давать такие оценки, я лично Артема Сытника не знаю, хотя он закончил наш юзи вуз, которым я работаю, преподаю. Возможно, даже я у него преподавал что-то, когда он учился на форм-курсе, мне сложно сейчас сказать, оценить человека можно, когда имеешь представление о его конкретных результатах деятельности. По той информации, которая есть в средствах массовой информации, в сети интернет, можно сделать вывод, что у него есть опыт расследования уголовных преступлений. Есть ли у него организаторские способности, позволяющие ему быстро и, скажем так, качественно обеспечить создание команды, я не могу. Но, тем не менее, будем надеяться, он задекларировал, что среди своих союзников он видит своих конкурентов по данной процедуре. То есть, там достаточно много среди всех, я не беру только тех, кто прошел во второй тур, в целом, среди всех представителей достаточно много действительно квалифицированных людей, которые могут помочь ему сформировать команду, и эта команда, я думаю, будет способна реально работать. Все зависит сейчас от первых шагов и от тех первых назначений на ключевые должности в этом вновь созданном правоохранительном органе или вновь создаваемом, которые позволят уже оценить с точки зрения перспектив возможных позитивных либо неактивных деятельностей данной структуры. А что мы скажем? Что нам эту информацию уже предоставили. Нам эту информацию уже предоставили. Более того, мы предоставили истинограмму заседания Верховного Совета Украины, где выступал, в частности, господин Яворийский по этому вопросу, где выступал, в частности, Олег Валерьевич Лешко и в присущей ему манере он заявил о том, что ее назначение является примером, так сказать, волохатой руки и так далее. Здесь киев родынных. Поэтому я думаю, что эту информацию они, наверное, же не забыли, народные депутаты, о чем они говорили. Олег Валерьевич сейчас лидер партии. Поэтому я думаю, что вся эта информация у нас есть, поэтому мы будем ею делиться и будем с ней работать. Ну, на самом деле, вы затронули очень интересный вопрос, если мы возвращаемся к проблеме с судей и назначению судей. В действующем законодательстве, которое регламентирует порядок назначения на должность судей пожизненно, предусмотрена возможность, что если судья, проработав пять лет после назначения президентом, представляет свою кандидатуру в Верховной Раде Украины для утверждения пожизненно и не набирает достаточное количество голосов, то он может повторно третий раз, пятый раз подавать свою кандидатуру. На мой взгляд, как специалиста в области конституционного права в данном случае, эта процедура, она сама по себе очень ущербная. Если один раз судья получил отказ в Верховной Раде, то есть в высшем фактически законодательном органе, в представительском органе, который представляет весь спектр, всю политику политических сил, и депутаты, оценив личность данного кандидата, оценив его трежнюю работу на должности судьи, пришли к выводу, что недостаточно голосов, или он не набрал достаточное количество голосов и не прошел, не был утвержден пожизненно, то, наверное, такому суде нужно вообще закрыть дорогу на возможность быть назначенным пожизненно. То есть поработал пять лет, не получил больше поддержки, я думаю, что поддержка получается, либо не получается конкретным судьей не в силу того, что он красивый, некрасивый, обаятельный, необаятельный, а в силу того, что его деятельность на должности судьи вызывает много вопросов. А если это так, то, наверное, такой судья пожизненно назначен быть вообще не может. И у нас уже есть предварительная договоренность с народными депутатами, о которых мы сегодня говорили, что мы будем над этим вопросом с точки зрения совершенствования законодательства работать совместно. То есть мы предложим законопроект, который не позволит судье, который не прошел процедуру Верховной Раде, повторно подавать свою кандидатуру. А если он не прошел в силу каких-то политических причин? Дело в том, что Верховная Рада Украины большинство не захотело не лояльного судья назначить, например. Дело в том, что перед тем, как назначать либо не назначать, кандидатура судьи обсуждается в комитете профильном по вопросам судоустройства и получает какое-то заключение. Это первое. Второе. На самом деле, те судьи, которые не набирают достаточного количества голосов, они персонально обсуждаются на пленарном заседании Верховной Рады. Есть еще другая процедура. Судьи назначают списком. Проголосовала Верховная Рада, назначили списком. То есть, вот эта процедура по поводу тех судей, которые не вызывают каких-то вопросов, она, может быть, имеет право на существование. Хотя я тоже сомневаюсь с точки зрения возможности назначения списком на такие ответственные должности, от которых зависят судьбы людей. А что касается тех судей, которые не набрали достаточного количества голосов, то аргументы, они изложены, во-первых, в стенограмме. Их можно проверить. И делать вывод о том, это политический либо не политический вопрос, очень сложно. И я бы хотел дополнить. Честно сказать, на сегодняшний день я ни одного судей не видел, который бы был нелоялен, вот именно был уволен или снят за нелояльность к действующей власти или к существующей на протяжении многих лет. Я такого не встречал. Я не говорю, что этого нет, но я таких прецедентов не видел. А для того, чтобы эти прецеденты, если таковы, были, и судья, единственное, на кого должен тогда опираться, это на общество. Это мы тогда как раз снова возвращаемся к необходимости общественной иллюстрации. Если судья идет против власти, против депутатов, раскрывает и действительно выносит какие-то решения, которые идут в разрез, то единственный его союзник это общество. Поэтому как раз еще один аргумент в пользу общественной иллюстрации и подтверждение ее необходимости. Если судья действительно, а у нас, я думаю, все понимаем, что в этой области очень много проблем, если судья назначается и действительно готов вершить справедливость, которая будет неугодна, то без поддержки общества он этого никогда не сделает. Никогда. И хотелось бы кратенько резюмировать вчерашнее заседание Конституционного Суббота. Я думаю, еще буквально два предложения о кадровой политике, о которой вы спрашивали. Дело в том, что кроме назначения директора Национального антикоррупционного бюро, произошло еще одно назначение, которое очень сильно диссонирует с процедурой назначения Сытника в Харьковской области. Речь идет о начальнике ГАСК, главного архитектурно- строительного управления, или департамента господина Димитриева. Лично я не знаю вообще ничего о Димитриеве, кроме того, что я прочитал в интернете. Но в данном случае вопрос, почему господин конкретный Димитриев был назначен на данную должность, за какие заслуги, есть ли у него опыт в сфере строительства, архитектуры. Поскольку, как я прочитал в интернете, до того, как быть назначенным, он определенное время работал, потом уволился на должности замначальника ГАИ, то есть как бы немножко разные сферы профессиональной деятельности для человека и за какие заслуги его именно назначили. И где участие общественности. Декларируется властью на всех уровнях то, что назначаться на должности будут исключительно по результатам конкурсов, исключительно по влияниям или с учетом мнения общественности и имеем конкретное назначение кулуарное, которое абсолютно никто не понимает и никто особо не знает, кроме, конечно, наверное, узкого круга посвященных, которые знают заслуги либо преференции, которые имеют данные... либо задачи, поставленные правильно будет выполнять данный человек. То есть сложно судить, мы не можем как бы обвинять человека в чем-то, пока мы не знаем, но процедура была очевидно не открытой, очевидно не демократичной и очевидно без учета мнения общественности, что уже не может не вызывать вопросов. Вы на заведушку сидите. Однозначно, однозначно. То есть мы же как раз против этого изо всей силы боремся и пытаемся общество мобилизировать максимально на борьбу с этими как раз процессами. Вот то же самое вот мы же не так давно на каждом нашем заседании эти вопросы поднимаем, что этого быть не должно. Оно снова происходит. Вот мы собираемся, высказываем, требуем, общество выражает эту цель. Ну давайте, давайте открыть. Никто не говорит, что там кто-то кого-то лоббировать хочет, вот давайте, чтобы мы кого-то лоббили. Но давайте открыто, честно, выйдите, придите, скажите, вот этот человек, был конкурс, один, второй, третий, четвертый, вот этот более достойный, этот лучше. Перед ним ставятся такие-таки-то задачи, он должен победить коррупцию тан-то-тан-то, наладить то-то, то-то, сделать прозрачным то-то, то-то. Ничего. Снова кто-то под ковром где-то назначил, за что человек отвечает, с чем не справился предыдущий начальник, какие перед ним поставлены задачи, никто ничего не знает. Точно так же я хочу добавить по господину Сытнику. Я всегда отношусь со скептицизмом к назначаемым чиновникам, вот, думаю, что единственное, чем они могут доказать свою, действительно, работоспособность, это только делами. А сначала надо относиться, так сказать, с критикой. Для меня, я слышал ту информацию из интернета, что он, однозначно, человек не новый, он человек, который уже действительно работал долгое время в системе. Он был юридической компанией, которая, насколько я понимаю, была одной из топовых компаний. Где-то в глубине души понимаем ли мы, что топовая юридическая компания могла вообще не касаться режима власти, который был выстроен во многом в коррупционном русле? Наверное, нет. Поэтому для нас это все очень серьезные поводы для пристального внимания за этим органом. Что они смогут сделать? Посмотрим. Украина на последних местах вместе с африканскими странами по уровню коррупции. Мы видели длительную процедуру этого отбора. Если мы надеемся, что это антикоррупционное бюро сможет сломить весь хребет коррупции, никогда не сможет. Только гражданское общество, которое должно эти вопросы инициировать, тогда что-то будет меняться. Да, и согласно социализации в последнее время коррупционные не почувствовали облегчения. Еще хуже. Бизнесмен не получил. Я, кстати, еще пользуюсь возможностью средств массовой информации поинформировать общественность города Харькова, что как раз с поддержкой прозрачных конкурсных инициатив или процедур в назначениях и против кулуарных, тенденциозных, закрытых, подковерных назначений в городе Харькове 22 апреля состоится митинг-пикет с данными конкретными лозунами. Поддержав как раз то, что сказал Федор Ильич и ответив на вопрос Конституционный суд точно так же. Благодаря тому, что были мобилизированы силы, благодаря тому, что мы вышли от всех тех, кто сейчас сидят и ждут того, что не надо никуда выходить, не надо ничего делать. Конкретный пример. Я не знаю, если бы люди не вышли вчера под Конституционный суд, какое было бы принято уже решение. А пока отложили, побоялись, не шли нужным рассматривать. Это сила, это сила проявления людей. Точно так же и мы предлагаем всем хватит сидеть по домам, система закрывается, чиновники пытаются восстановиться назад, стать все свои схемы выстроить точно так же, как они были. Приходим 22 апреля до 16.00 Я думаю, на площади свободы будем проводить эту акцию параллельно наши активисты будут в Верховном Совете требовать вопросы по иллюстрации судей и по этим же кадровым назначениям. В среду будут комитеты, в четверг заседания. Наш голос не будет потерян. Давайте наберемся смелости его высказать. Если кто-то критикует нас, мы там как-то не так, придите, наберитесь духа и выскажите свою идею, но придите. Хватит быть диванными войсками. По поводу Конституционного Суда у меня немножко отличное мнение Дмитрия, потому что я оцениваю то, что произошло вчера с точки зрения себя как специалиста в области Конституционного Права, и я убежден, что как раз такой судьбоносный закон для нашей страны, как закон об очищении власти, должен был вчера быть оценен Конституционным Судом. Конституционный Суд должен был набраться смелости, не обращать внимания на массовые акции и рассмотреть вопрос о соответствии Конституции отдельных положений закона об очищении власти, потому что на самом деле очень большие сомнения в отношении этого закона и с точки зрения как раз его соответствия формальным требованиям Конституции. И на мой взгляд в последнюю неделю всю мы наблюдали не очень позитивное освещение и не очень позитивное тенденции в деятельности и органов государственной власти и правоохранительной системы и заявлений отдельных политиков в отношении Конституционного Суда. Дело в том, что по-разному можно оценивать судей Конституционного Суда, по-разному можно относиться к их решениям, но среди юридического сообщества, скажем так, примеров, когда единогласно все юристы, которые специалисты в сфере Конституционного Судопроизводства осудили бы конкретное решение, сказали бы, что оно очевидно тенденциозное, неправильное, предвзятое, либо коррупционное, я пока не знаю. То есть, по большому счету, Конституционный Суд принимает достаточно объективно решение, которое можно по-разному оценивать, но возможность разных оценок не говорит о том, что это неправильное решение. И то давление, те, как бы, фактически события, которые сопутствовали подготовке к рассмотрению закона об очищении власти Конституционным Судом, для меня они очень неприятны, потому что я могу в них отследить и увидеть конкретные намерения конкретных чиновников, конкретных политиков оказать влияние на Конституционный Суд, что является недопустимым в нормальной демократической правовой стране. Поэтому оценивать вчерашние события можно по-разному. Я думаю, что негативным является во вчерашнем событии то, что это дело отложено на неопределенный срок. Судья сут Конституционный не нашел в себе смелости сказать, что следующее заседание будет тогда-то. Возможно, действительно, необходимо пригласить экспертов, которые смогут выступить и аргументированно донести свою позицию не заангажированную, не профессиональную, но тем не менее откладывать в долгий ящик такой важный закон с точки зрения его оценки нельзя. Более того, я вам скажу, что у нас, к сожалению, в последнее время, вопреки декларациям о том, что власть пытается действовать демократическими способами, наблюдаются не очень хорошие тенденции, когда принимаются решения, ну, скажем так, для специалистов очевидно ущербные, а потом пытаются обосновать, что эти решения имеют право на жизнь. Может лучше принимать действительно взвешенные и трезвые решения без каких-то конъюнктурных составляющих для того, чтобы потом не оправдываться. Почему нужно было сделать так, а не иначе, а не по другому? Я вот здесь, да, я хотел бы действительно продолжить. Вот здесь у нас Федор Ильич действительно пример демократии, определенная разница взглядов на эти процессы. Я действительно считаю, что, безусловно, влияние на суд как такового, как мы понимаем, в западном, так сказать, формате, это угрозы, это политическое давление и так далее, его никогда быть не может. Но, действительно, выражение мнения людей, когда они приходят и мирно выражают свое мнение и просто мирно хотят увидеть, есть ли в суде справедливость или нет, для нашей отнюдь несовершенной судебной системы, которая, как вчера сказали депутаты на известном телешоу, пользуется аж целыми двумя процентами доверия. гражданам, я уверен, нужно. Иначе, иначе мы рискуем потерять вот то зерно справедливости, которое есть. То есть, это должно быть не давление, ни в коем случае, это должно быть просто выражение, мнение общества, что общество заявляет и декларирует. Мы видим справедливость вот так. Пожалуйста, учтите, ведь суд руководствует, суд это не машина, это не робот, который просто должен взять закон и надеть его на конкретную ситуацию. В каждом, я как тоже юрист говорю, везде указаны есть и принципы, в том числе принцип справедливости. А принцип справедливости во многом зависит и от того, что в настроении, в душах и в сердцах людей и общества. Судьи должны научиться это тоже чувствовать, а не просто пытаться все это игнорировать, закрыться за тоннами закона бумажек и говорить, да мы вообще нам, честно говоря, безразлично, какой резонанс это дело вызывает в общество. Это тоже крайне важно. Я хотела сказать, несмотря на разность мнений, вы друг друга дополняете, поэтому, я думаю, из-за этого произошло объединение в координационный, иллюстрационный гражданский штаб. Да, поэтому ждем в следующей неделе, если вопросы... А? Ага, хорошо. Спасибо вам большое и на следующей неделе ждем с новыми заявлениями. Спасибо вам. Федор, у меня вопрос по поводу декларации чиновников в госадминистрации, в частности, декларации и в мире по самому эстетическому. Оценивали ли вы ее? Нет. Пока руки не дошли. Ну, у человека там несоответствия доходов и расходов. Ну, на самом деле, я распространил через Facebook очень интересный... На самом деле, я даже не задумывался как юрист, поскольку это более такой уголовный проводник. Распространил интересный пост, где специалисты, юристы проанализировали законодательство уголовное и пришли к выводу, что если чиновник подает информацию в декларации недостоверную, то это фактически является составом преступления. Можно ставить вопрос об регистрации уголовного производства, о внесении данных в единый реестр досудебных расследований и проводить досудебное расследование. В данном случае, если вы считаете, что декларация госпожи Светличной имеет недостоверные данные, вы можете, как журналист, обратиться в правоохранительные органы, либо мы можем обратиться совместно для того, чтобы зарегистрировали уголовное производство и расследовали. Просто там может не столько недостоверенных данных, сколько когда человек покупает автомобиль больше, чем могут доходы, это вызывает вопрос. На самом деле, говорить о том, что задекларированный за год доход должен соответствовать задекларированным расходам. Делашнее в целом. В декларации за 2013 год у нее 13 тысяч гривен дохода за год в коммерческой фирме и остатки на счетах 4 тысяч. за год работы в обл. госадминистрации она покупает автомобиль за 320 тысяч продал в предыдущей за 149, зарплата 68 и на счетах у нее еще остается почти 30 тысяч гривен. До этого не имел, не имел, до этого ну... Мы, я думаю, однозначно должны вас поддержать. То есть, даже если она где-то там докажет, что какие-то там наследства, бабушка еще куда-то оставит. декларирует. Однозначно. Однозначно. Мы говорим, что это есть же еще политическая ответственность. Как можно быть богатому чиновнику в нищей стране. Это однозначно нужно поднимать эти вопросы. Как они все ездят там, я не знаю, на этих машинах дорогущих, а при этом бабушки там не могут за 200 гривен получить. Я не рассказываю, что бюджет дырявый, извините, ничего у нас нет. Давайте, мы вас поддержим. То есть, что нужно... И вернуться к нам, антикоррупционному бюро... Все четыре переписывали декларацию. Все переписывали декларацию, во-первых, что вам будет не точности. А во-вторых, знаете, когда человек, который работает адвокатом, декларирует 2000 гривен в месяц дохода, то это уже вызывает определенные события. Ну, она работала и декларировала 13 тысяч гривен дохода дохода. А кто это? Я прошу прощения. Вице-губернатор. Вице-губернатор? Ага. И 13 тысяч у нее доход? Была... Коммерческая А на какой машине она есть? Вот купила Peugeot 2008. Как у жены Метеролы?